Наш библейский портал «Экзагет» предназначен для новоначальных людей, церковляющихся, и в том числе он предназначен для молодежи. И вот нам поступает на сайт вопрос от молодежи, и вот мы хотели бы с вами вам задать эти вопросы, чтобы можно было их опубликовать. А вы эти вопросы берете именно из их вопросов, да? У нас, знаете, их нам присылают на сайт, потом мы берем сайты допустим того же индуистского какого-то, кришнаитского, потому что там задают вопросы молодежь, но мы хотим, чтобы отвечали не гуру, а чтобы все-таки отвечали православные священники. То есть пытаемся вот таким образом аудиторию переключить на нас, на православие. Ну, любовь, ну хорошо, слушаю вас. Что вас интересует? А, батюшка, вот нас интересует такой вопрос – «Как стать счастливым?» Вот задают, это часто задаваемый вопрос, особенно у молодежи, мне кажется, да? Ну, понятно, что молодежь об этом думает. Но дело в том, что, самое важное, что человек ожидает от того состояния, которое называют счастьем. Вот. Поэтому тут для трехлетнего мальчика счастье – это одно, а для 90-летнего дедушки – это другое. Поэтому тут надо определиться, что мы вкладываем в этот термин. Я вообще подозреваю, что счастье – это от слова «сейчас». А у нас, у христиан, это малозначащая вообще вещь. Потому что то счастье, которое нам дает прежде, пообещав Бог, мы даже именуем по-другому – блаженство. Оно неизбывно. Оно может только возрастать. И вот если мы живем согласно тому, чему Бог учил свою церковь, своих учеников, то есть у каждого возможность этого достичь. Спасибо, Господи. Так. Ну, вот такой еще вопрос. Это, конечно, задают уже родители, естественно, не подростки, как вести себя родителям, если подросток отказывается ходить в церковь, уже вырос, да, повзрослев немного, и стал интересоваться другими религиями? Ну, а почему? Я вот тут с восьмого класса интересовался другими религиями. И даже вот то, что у нас в Москве было, я всех посетил. Ну, и ничего так, очень даже любопытно и в жизни пригодилось. У меня никаких таких ужасов я не прошел, не перестал быть христианином, мне это было просто интересно. Вот. Ну, а большинство у нас религии имеет американское происхождение. Это все-таки для людей больше вульгарно-примитивных. Поэтому. Я даже ко мне в храм приходила одна девушка молодая, красивая, из адвентистов седьмого дня. Я говорю, а у тебя какая цель, что ты в наш храм ходишь? Она говорит, ну вот я вижу, вы там и проповеди читаете очень интересные. Я говорю, и что? Ну, я думал, что, может быть, вы тоже станете адвентистом. И я ей дал брошюру о церкви Алексея Степановича Хомякова. Я говорю, Антоник, ты почитай, потом поговорю. Он говорит, ну у нас таких авторов ни одного нет. Я говорю, ну а тогда чего? Неужели я перейду в американскую секту, которая всего сто с небольшим летом и оставлю церковь, основанную Христом? Потому что все вот эти так называемые религии, они либо основаны на Священном Писании, которое им не принадлежит, и даже им не принадлежит перевод. То, что перевод создала Русская Православная Церковь на русский язык. Поэтому, как говорил Патриарх Алексей, они это все истолковывают от ветра главы своей я, а не потому, что является по сути. Поэтому это, как бы, такое довольно, получается, их толкование довольно мутное источнение. Хотя много там похвальных вещей, само усердие к изучению Священного Писания, это, конечно, похвально. Но, с другой стороны, это всего лишь, ну вот как, бревно, из которого не сделали буратино, а только обтесали. – Спасибо, Господи. Я хотела все-таки попросить, если можно, какую-нибудь цитату, да, чтобы нам как-то, вот, проект называется «Библия отвечает», чтобы можно было как-то вот вписать все-таки как-то вот Библию. Вот тут такая была цитата, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед отцом. Но это, наверное, не очень, да, подходит сюда, наверное. – А куда сюда-то? – А вот к этому вопросу, к выставить себя родителями, допустим, учение… – А, про родителей? – Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплят сердца и чувства. Ну, вы сказали наоборот, батюшка, да, что пусть изучает, пусть смотрит, сравнивает, да, такое вот… – Да, что значит «пусть»? Если парня или девица это интересует, ну, что сказать, нет. Так эти родители, которые задают такие вопросы, они давно уже потеряли всякий авторитет. они знают, чему детей учить, дети ходили, ну, как, в церковь, ну, просто ногами. А они же ничему не могли их научить. – Полная педагогическая фиаско. – Ну, да, ну, просто вот я знаю, что у нас сестра, сестра даже милосердия, вроде бы там и они личным примером там ходили в госпитале везде, а дети… – Нет, в госпитале можно ходить и вот… – И причащаются каждую неделю, а дети вырастают, и потом маленькие ходят, ходят, потом вырастают, и всё, и потом теряют интерес. – Вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Как часто они слышали Слово Божие от своих родителей, направленных к ним? – Ну, вот если, допустим, каждый вечер читают Евангелие, там, вечерние молитвы вместе, это недостаточно всё равно? – Читать недостаточно, нужно ещё разуметь. Господь сказал, исследуйте Писание, оно свидетельствует о мне. Надо научить этому исследованию. А сейчас уже поздно. – Батюшка, грустно слышать, что поздно. Как-то хочется надеяться всё-таки, что можно как-то… – Нет, надежда всегда есть. – А думается, может, как-то, знаете, в такой… – У меня тут недавно причастился один дедушка, последний раз причастался он 90 лет назад. А сейчас ему там 95. Надежда есть. – У нас, кстати, в пансионателе престарелых, мы кормляем тоже. У нас бабушка в 100 лет крестилась. В 100 лет престарел. – Ну, что замечать, я представляю. И одну такую бабушку, ну, ей не полных было 100 лет, но я тоже крестил. Это бывает. – Всё-таки вот надежда есть, всё-таки, я думаю. – Ну, конечно, а почему нет? – Да, это хорошо. – Батюшка, а такой ещё вопрос, смотрите, в Бога надо… Это очень часто задаваемый. В Бога надо верить в душе. Разве не глупость ходить в нашей церкви? Зачем это? – Нет. Глупость ходить в кассу за зарплатой. Надо в душе сходить и не тратить каблуки на ботинках. Раз в аванс сходил в душе, и раз. И так же на обед. Когда на фирме обед, не надо ходить вместе со всеми, стоять в очередь по носикам, как бедный родственник. Просто в душе поел и всё, вот водички попил, и всё. В душе можно брюки надеть. И так без брюка ходить. Многие так делают, мужчины, такие крупные, в коротких штанишках теперь ходят. А брюки в душе. Душа – очень важный такой атрибут нашей жизни. Но просто если быть последовательным про душу, надо и зарплату, и питание, и медицинское обслуживание получать в душе. Кроме транспорта. А то штрафуют. Если в душе ты заплатил, будешь штраф платить. Батюшка, а что тут? Вот если кто зарплату получает не в душе, то делают глупость. Следуя логике. Церковь не для того существует, чтобы в неё ходить – это не баня. Вот. Церковь – это и есть школа и больница. Школа – потому что там учат, а больница – потому что лечат. Поэтому кто понимает, что он дурак и больной, тогда он ходит в церковь. А если он просто как баран ходит, ну, тогда ничего не получается. Так и остаются больны баранам. Батюшка, чудесно. Пожалуйста. Всё очень чудесно. Батюшка, а вот можно какую-то цитату сейчас озвучить? Допустим, смотрите. Вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, веселись в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Это подходит сюда эта фраза? Можно сказать? Куда туда. Вот к этому ответу. Зачем ходить в храм? Ну, вся Библия об этом. Собственно, для этого Господь и научил народ свой сначала создать скидью, которая была таким походным храмом, а потом построили в Иерусалим большой каменный храм, а потом второй, и вот стена от этого храма стоит до сих пор. Вот ещё, мне кажется, такая тоже верная вещь, ты говоришь, что если, где двое, истинно, так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, это тоже ведь в храме, да, когда общая такая молитва, да? Ну, в храме побольше, конечно, чем двое или трое, но это не принципиально. Мы можем рассматривать весь космос как храм, или одну нашу землю, или часть этой земли. Христос, который своими стопами ходил по нашей земле, Он тем самым осветил своим пришествием к нам. – Понятно, спасибо, Господи. Батюшка, вот ещё такой вопрос, наверное, такой женский вопрос, если можно, вот тоже на него, но если так, батюшка, вот как вот всё-таки цитата, вот смотрите, такая, вот вопрос такой, апостол Павел писал, что женщина спасается… – Чадо Родием. – А как же те, кто решает принять монашество, как спастись тем, кто не выходит замуж или бесплоден? – А там тоже про это есть. Таких немного. На всю землю несколько тысяч человек. Поэтому у них просто другой путь, который мало чем отличается от пути ангельского. Они живут не как человеки, а как ангелы. А ангелы не выходят замуж, не женятся, у ангелов нет детей. Совершенно другие задачи. Исключительно духовные. Не заботятся ни об одежде, ни о еде, а только о своей духовной жизни. Поэтому тут это путь тех, кто может это вместить. То есть для обычного человека замуж или жениться – это общий нормальный путь. А для избранных – монашество. Ну, даже в монастыре остается примерно только каждый двадцатый. А остальные, попробовав, видят, что это для них слишком трудно. – Очень, конечно, но что-то так мало остается. – Ну, потому что это удел очень немногих. – А вот такие вот есть в Библии такие вот слова, что «блаженно неплодная, неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ». – Это вот… – Это об этом и есть. – Как раз об этом и говорили. – Да. – Вот то, что как раз сказали, да, вот сейчас есть разность между замужней и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, да, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. – Конечно. – То есть это вот сюда тоже… – Да, одно посвящает всю свою жизнь общению с Богом, а другое – очень много обязанностей лежит. И большую часть своей жизни тратят там еда, стирка, дети, их кормление, рождение, их вынашивание. – Батюшка, смотрите, сейчас очень многие молодые люди не спешат создавать семьи, да, и спрашивают вообще, что такое семья и для чего вообще она нужна. Проще жить, так сказать, для себя. – Ну опять, какая задача. – Вот сегодня мне рассказали, что два парня носились по полю на двух мотоциклах, и нам же так удалось, один угодил в другого, и оба насмерть. Зачем существует мотоцикл? Как средство передвижения, как получение адреналина или чтобы убиться насмерть? Это зависит от задачи. Если убийца насмерть, они задачу выполнили. Так что и семья. Бог создал человека как семью. Мужчина – это человек, женщина – это человек, дитя – это человек. Три ипостаси одного и того же существа под названием человек. Почему Бог создал женщину? Почему женщина рождает дитя? Чтобы получилась семья. Сначала маленькая – три человека, потом пятнадцать. и вот эти люди, которые связаны кровным родством, у них естественная любовь к друг другу, они живут, создавая в себе и вокруг себя рай. И семья – это самая устойчивая для человека структура. Зачем она нужна? Потому что такое существование в семье для человека естественно. А если семьи нет, есть эгоизм, зачем она нужна? Тот человек становится совершенно одинокий и никому не нужный. И некому сходить в аптеку, чтобы купить лекарств даже. Он сам становится… Ему семья не нужна, и он через некоторое время будет никому не нужен. А человеку очень тяжело. Поэтому вы спрашиваете, Дорича, о счастье. Никакого счастья вне семьи, чтобы там человек не говорил, будь он четырежды лауреат премии, дважды герой соцтруда, трижды народный артист, он несчастлив. Вот нам сейчас про артистов показывают всякое кино, как они умирают в одиночестве полностью ограблены. Вот их всех удел. Почему? Нет семьи. А семья защищает человека от нашего безумного, сумасшедшего мира, где живут молодые люди, которым семья не нужна. И они не знают, что с ней делать. Они не испытывают в ней потребности. В этом смысле они даже не люди. Потому что люди, они создают семьи, потому что их так Бог создал. Но большинство людей о Боге вообще ничего не знают. У них какие-то чудачества. Поэтому они ищут в разных сектах, порой очень зловредных. Ну, как те же самые кришнаиты. Зловреднейшая американская секта. Используя вот эту книгу, вернее, ее перевод, Бахагавадгита, как и она есть, Вот, а посмотреть на с вами Брахагапада, ну, хотя бы на его рожу. Это же страшный человек. А он их, так сказать, все фигура. Слава Богу, его уж на свете нет. Бог прибрал. Но это же кошмар. Если станешь такой, как Брахагапада. Его божественная милость. Ну, какая-то божественная, сатанинская милость. Поэтому отдают свою жизнь во власть сатаны. Это совсем не наш путь. И совершенно мимо счастья, и мимо семьи, и все обман. А цель только одна. Заполучить побольше деньги для верхушки секты. Поэтому они гнушаются. И наркотиками торгуют, и оружием, и живым товаром. И так далее. Понятно хоть что-нибудь? Ну, слава богу. Господи, но только опять без цитата мы с вами остались. А вот здесь и сотворил Бог человека по образу своему Павлу. То мы об этом говорили. И благословил. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И плодиться, размножаться совершенно. Семеринчик не хочет. В нашем русском народе 5 миллионов абортов ежегодно. Только 700 тысяч через Минздрав, а остальные через частные лавочки. Дети не нужны. Поэтому скоро вымрем, как мамонты. Оставить человека отца и мать прилепиться к жене своей. Это о чем? О том, чтобы была семья. Новая. И будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того, чего дыни разлучает. Это о чем? О семье. Это важнее, чем отец и мать. Жена – это продолжение меня. Как говорят, моя вторая половина. А мать – это женщина второй степени родства. Вот. Батюшка, спаси Господи. Такой вопрос, не знаю, наверное, может быть сложный. Что такое человек? А что тут сложного? Да? Чело – век. Чело – это лицо. Век – вечность. Это вечная личность. Однажды родившийся человек живет всегда. Погибает его тело. В определенный период, когда он проживает свою земную жизнь, а душа – вечная. И живет до всеобщего воскресения, где каждый человек получает новое тело преображенное. И вот с этим новым преображенным телом одни люди идут в преисподнюю, а другую – в небесное царство. В зависимости от того, ходил он в церковь или нет. Мне одна бабушка говорила, сколько ты в церковь походил, столько в царстве небесном и побудешь. Помню эту бабушку Марфа Власина. Она и утром ходила, и вечером. Каждый день. Такая мудрая Марфа Власина. Очень мы с ней друг друга любили. Вот, что еще вас интересует? Такой еще вопрос. Существует ли душа, какая она? И вообще, есть ли у человека душа? Ну, у некоторых нету. То есть не у всех? Ну да, они просто звери, а не люди. Ну вот, один человек отрезает голову другому ради каких-то целей. И детей учат убивать взрослых из автомата. Ну, есть у нее душа. Ну, может, она какая-то есть, но она же не человеческая. Человек, когда рождается, он же не зверь. Он рождается добрым. С душой, да, бать? Нет, с шуткой душа. Человек трехсоставен. У нее дух, душа и тело. Слыхали? Да. Ну вот, душа. Это обязательно она в человеке есть. Если душа отходит от тела, то человека уже нет полностью. Есть труп. Слыхали такое слово? Человек без души – это труп. А какая она душа, батюшка? В основном, довольно противная. Потому что она сопротивляется Богу. Вот, например, те люди, о которых вы рассказывали, имея огромное богатство, цены нету у этого богатства. Ценнее всего на свете. Называется одним словом – православие. А он ищет счастье в американской секте. Ну, разве это не смешно? Поэтому душа может быть безумная. Так и говорят, душевно больные. А вот подходит эта фраза – «И создал Господь Бог человека из праха земного». Да, и вдунул в лице его дыхание, жизни. И стал человек душой живую. Как можно растолковать эти два слова? Прах земной – это то, что состоит из элементов, которые Дмитрий Иванович Менделеев создал и поместил в свою таблицу. И вы, и я, и эта камера, которая за вами стоит, и кресло, на локоток которого вы опираетесь, и ваши дети, и цветы, и луна. Всё состоит из сотни с небольшим элементов. А вот этот порядок, как они соединены, это создал Бог. То есть мы все – и живые существа, и минералы, и деревья – создано всего из ничтожного количества элементов. Это всё прах земной. Потому что, ну, земля тоже из этого состоит. И Господь создал человека именно вот из этого материала. Мы тоже создаем из атомов. Так. Теперь, чтобы создать душу живую, Бог вдунул эту душу живую в человека. И получилось, что говорящие. Вот кресло ваше не может говорить. Камера тоже смотреть может и даже фиксировать кое-чего. Говорить. А человек может, он живой, он думает, он сострадает. Он сердится. Он может добро проявлять. Это всё продукт души, того, чего вдунул человек. Вот этим человек отличается от всех объектов, которые существуют на Земле и в небе. Там птицы, насекомые. Но и они из этого состоят. И у каждого своя роль и жизнь дана с определённой целью. И эту цель мы познаём через Бога, который нам это открывает. И открывает путь, по которому мы можем пойти, чтобы достичь блаженства. Вот сейчас мат, сейчас, видимо, в моде, судя по популярности, группа Ленинград. Я такую даже не знаю. А что в этом плохого? Сейчас очень много людей ругается матом. И это вообще как норма, как обычная речь идёт. И многие говорят, а что там плохого? Ну, речь, фольклор такой. Нет, вы видите, какое дело? Ну, те люди, для которых это является вопросом, что тут плохого, для меня они даже не являются собеседниками. Мне они совершенно не интересны. У меня, потому что моя мама учила, не надо читать то, что пишут на заборах. Люди есть подзаборные. Вот он идёт вдоль заборной, потом падает в лужу и продолжает лежать там до утра. Понимаете, ну, я как-то живу в сфере совершенно других интересов. Поэтому всякие эти группы, всякие эти моды, там, штаны или без штанов, или там, татуировки от шеи до пят. Посмотреть на этих девушек, как они будут выглядеть в 70. Потрясающе. Наверное, в шубах будут на пляж ходить. Потому что идиотизм-то, юношеский, он пройдёт. А куда это всё девай? И так далее. Так же и это. Понимаете, если что-то остаётся, то остаётся же Пушкин, Лермонтов, Некрасов. А не остаётся их мат. Просто они ничего не могут. Это быдло и хамьё. Понимаете? А у меня мама была учительница русского языка, литературы. Поэтому я как-то... Мне сердце совершенно не прилежит. И вообще эстраду терпеть не мог. Это настолько, ну, отвратительное явление, ну, с точки зрения поэзии там. Это же не поэзия. Как Маяковский процитировал одно стихотворение из газеты. В стране советской полудённый скакал... Да, среди степей и ковылей Семён Михайлович будённый скакал на сером кобыле. Он говорит, ну, я люблю Семён Михайловича, уважаю серую кобылу, но при чём тут поэзия? Послушать, что они поют, ну, это просто бред. Я пока ещё не сошёл с ума, хотя всем это грозит в старости. Поэтому как-то я думаю... А потом само слово для меня отвратительно. Кто такой Ленин? Это что, он создал город Святого Петра? Причём он, какое он имеет отношение, этот Ленин, к этому величайшему из русских городов? То, что он там устроил такую резню, которая имела такие последствия, что, ну, все лучшие люди были уничтожены. И чего? И они своим, так называемым, в кавычках, творчеством прославляют этого урода, у которого нет ни совести, ни чести, ни добра. Это же тот лютый зверь, у которого нет души. Совершенно инфернальный злодей. Почитайте его произведения. Поэтому для меня это всё одно и то же. И Ленин, и этот Ленинград, и их, в кавычках, творчество, не иначе, как мерзостью, я не могу назвать. Не хочу с этим, не общаться, не думать об этом. Сейчас ещё не ночь можно, но к ночи поминать, а потом не уснёшь. Только можно ещё такой вопросик один. Что делает человек и человеком? Человек и человеком делает несумненная вера Иисуса Христа, Сына Божия и Пресвятую Троицу. Сказано в Писании, которое вы любите очень, без веры невозможно угодить Богу. Знаете, жизнь бессмысленна. Почему? Бог нам Отец. Цель жизни человека, именно человека, который там душа есть, это послужить Богу. Всё остальное недостойно человека. Человек рождается на земле в муках, для того, чтобы он кричал на стадионе «Шайбу! Шайбу!» Для этого что? Богу послужить. Через людей. Послужил ближнему, послужил Богу. Ферштейзих. Ну, слава Богу.